Меня будут мучить час, вы свидетели! Если хочешь достичь большой цели, придется чем-то жертвовать. Верно ли это? Однозначно. Вообще, мы же находимся в очень конкурентном мире. Если вы хотите чего-то добиться, вы должны понимать, что это обладает ценностью того, чего пытаетесь добиться, и этого хотят еще и другие люди. И, соответственно, все будут туда толпиться и биться кулаками, руками, ногами и прочими частями тела. Если вы проявите малодушие, начнете себя жалеть, то вы вряд ли чего-то добьетесь. Поэтому будьте готовы к жертвам, потерям и сурово проглоченным слезам, и слезам потом радости, когда вы достигнете то, что зачем-то себе решили достигать. Одни говорят, что в молодости надо строить карьеру, другие, что семью. Кто прав? О, я бы в молодости строил мозги. Вот, все остальное наладится. А это разрушаются со страшной силой. Поэтому мозг. Многие люди напрягаются из-за работы, и это доводит до неврозов. Почему не получается относиться к ней проще? Ну, понимаете, неврозы, их можно на ровном месте получить. Здесь не проблема ни в чем во внешнем. Невроз – это что такое? По определению. Это дезадаптивная реакция на внешние обстоятельства. Вещи не бывают хорошими или плохими, такими и делают наши отношения к ним. Поэтому, если вы сами находитесь в каком-то невротическом психе, ну, конечно, можно обвинить все вокруг, а можно посмотреть на того, кто в этот псих зашел. И поверьте, это не был кто-то, кто к вам зашел в голову и тоже с ней сделал. Иначе это уже не невроз, а шизофрения. А, значит, если никого не было, значит вы. Ну, на мой взгляд, вообще работать ради денег – это ущербная достаточно позиция. Вы точно будете надрываться. Нужно понимать, что работа – это то, что должно оплачиваться. Другое дело, что оплачивается же не какая-то абстракция. Да, оплачивается тот профит, который вы приносите своему потенциальному клиенту, работодателю и так далее. То есть, а если вы занимаетесь тем, что мы кому-то помогаете, то, в общем, значительно легче, мне кажется, как-то не надорваться, чем надорваться, пытаясь заработать все деньги. Это уж точно надорваться, не жить. Что делать, если твоя вторая половина говорит, ты слишком много работаешь? Поклыть по голове. Ну, такое. Ну что, если серьезно, то, видимо, это какая-то, с одной стороны, это может быть сочувствие, а это может быть сообщение о том, что недостает внимания. То есть, здесь нужно понимать, если это сочувствие, то вместе вы преодолеете, а если это попытка привлечь внимание, то это не самый удачный способ привлечь себе внимание, потому что так плохо работает. Что делать, если твоя вторая половина слишком много работает? Что делать, что делать, что делать, что делать, что делать? А это потому, что мне внимания не достает? Или потому, что я беспокоюсь о ней? Будут разные варианты. Один совет для всех, кто хочет успешную карьеру. Понимаете, вопрос карьеры. Значит, все карьеры приходят к своему трагическому финалу. Все карьеры заканчиваются тем, что те, кто моложе, те, кто просто идет за вами, он все равно сделает лучше, чем вы. Просто потому, что изменятся технологии, изменятся возможности и так далее. Поэтому самая главная вставка в карьере, это не то, что вы достигнете какого-то, вот сколько людей стало олимпийскими чемпионами, а после этого мучились из-за того, что их жизнь потеряла смысл и так далее. Поэтому я бы не определял карьеру как какое-то обязательное достижение. Я бы определял карьеру, это скорее ощущение того, что вы, имея некий внутренний потенциал, ощущая его в себе, его реализуете полностью и чувствуете себя в этом смысле востребованным. Поэтому ищите вот эту, такую работу, в которой то, что вы на гребне своих сил и возможностей, способны делать очень круто, и получаете от этого удовольствие. Ну, такой и успех в карьере гарантирован. Ну, насколько он вообще возможен в этой жизни. Один совет для всех, кто хочет счастливые отношения. Готовьтесь к долгому и непростому пути. Баланс между работой и отношениями возможен? Все возможно, понимаете, если в ваших отношениях вы друг о друге печетесь. Если вы друг о друге печетесь, то все будет нормально. Если вы думаете, как найти очередную шпильку для того, чтобы вставить, как бы сказать, своему партнеру за первым попавшимся поворотом, то работа лучшая из мероприятий для того, чтобы похлопать дверьми, рассказать, кто кому чего должен, кто кого для чего сделал и так далее. Поэтому, в целом, не хитрое дело. Если есть отношения настоящие. Все. Все. До свидания.